Всем привет, ребят, с вами Акаки, и сегодня мы с вами поиграем в Майнкрафт. И как всегда, в необычный. А необычное те, что сегодня мы с вами получим возможность создавать очень странные предметы. Давайте сейчас только честно. Кто из вас хотел легальный X-Ray в Майнкрафте? Или найти всё-таки алмазное яблоко? Или телепортироваться как Эндермен? Если хоть что-то из этого совпало, то знайте, сегодня мы это с вами сможем сделать. Предметы, дающие эти способности, сегодня будут у нас в кармане. И если что, не только предметы. Мы ещё с вами и сделаем моба. И всё это мы будем с вами получать путём объединения предметов. Вот честно, вам понравится. Ага. Ну а перед тем, как мы с вами начнём объединять предметы, я надеюсь, что вы уже поставили лайк и также подписались на канал. Давайте попробуем набрать на это видео 10 тысяч лайков. Вам не сложно, а мне приятно. Ну что, погнали объединять предметы? Я не шутил, когда говорил то, что мы сегодня с вами сможем объединять предметы и при этом получать способности, которые я только что перечислил. Я перечислил лишь малую часть, но знайте, этих предметов будет очень много и способности они будут давать просто шикарные. Но для того, чтобы нам объединить предметы, нам сначала нужно сделать стол кузнеца. И для этого нам потребуются брёвна, точнее доски, а также железные слитки. Но железные слитки мы с вами сможем найти в деревне. Сейчас я не хочу отправляться в шахту, добывать что-то. Я хочу уже побыстрее посмотреть на все эти предметы. А вот как раз таки и деревня. Отлично. Давайте тогда мы сразу с вами сделаем сейферстак и сделаем первый предмет, который нам потребуется для того, чтобы уничтожить голема. А именно топор. Мне кажется, это не так делается. У нас уже с вами всё готово. Осталось только найти этого голема. Куда-то он запропастился. А вот нашёл. Голем. Ух, успел. Это было близко. Так, и сколько нам выпало? Пять штучек, отлично. Это подождите, мы сейчас с вами сможем, получается, один предмет сразу же сделать, отлично. Тогда смотрите, что мы сейчас с вами делаем. Мы делаем себе железную кирку, а также делаем стол кузнеца. Всё, стол кузнеца у нас с вами готов. Теперь нужно самое сложное. Это найти хотя бы один тростник. Только где бы его нам найти? Ну, находится он около воды, так что логично, что нужно идти туда. А вот и мой тростничок. Мне много не надо. Теперь мы должны с вами сделать себе сахарочек. Достаточно всего лишь одной штучки. И теперь смотрите, каким образом всё это работает. Для начала нам нужно просто поставить стол кузнеца. И теперь взять железную кирку. Кинуть её на стол кузнеца. И также кинуть сахар. Э, промазал. Сахар. Всё. И это у нас быстрая кирка. Так, на что она способна вообще? Очень быстрая кирка. Превращает руды в блоки. Окей. А каким образом это всё работает? Мне кажется, нам нужно сейчас с вами спуститься в шахту. И тогда мы с вами поймём. Вы посмотрите, как она... Чего? Мы с вами сделали только что угольные блоки? Подождите, она реально превращает, что ли? Так, уголь у нас с вами есть. Подождите. А если мы сейчас с вами попытаемся добыть что-нибудь намного лучше угля? Например, то же самое железо. Но для этого нам сейчас придётся сначала шахту хотя бы найти. Главное, чтобы наша кирка не сломалась. А то, мне кажется, она может. О, медные блоки. Всё, мы нашли с вами железные блоки. Эта кирка добывает просто супер быстро. У нас уже 8 железных блоков. И 17 угольных. И зря, мне кажется, я всё-таки медь пропустил. Потому что медь мне тоже потребуется. И железо тоже. Медные блоки мы с вами заберём. Возьмём сразу несколько. И давайте-ка выбираться. Я ещё никогда не крафтил громотвод. А мне его сейчас нужно сделать как раз-таки. Как он вообще делается? Давайте-ка поставим верстак и посмотрим, что для этого нужно. Громоотвод. Нет, даже громоотвода нету. Хорошо. А если мы сейчас с вами сделаем все медные слитки, может громоотвод теперь можем сделать? Да, можем. А делается он очень легко и просто. Громоотвод у нас теперь с вами есть. И теперь нам нужно с вами железные блоки превратить в обычные железные слитки. И теперь смотрите, что дальше. Мы с вами берём и делаем все палки. Делаем сразу железный меч. У нас есть с вами громоотвод, а также железный меч. Как думаете, что же у нас сейчас с вами получится? На что же будет способен меч, который объединить с громоотводом? А сейчас всё узнаете. Ставим. Кидаем. Кидаем. Да. И что это у нас? Громовой меч. Ударьте врага, чтобы выпустить молнию. ПКМ, чтобы уничтожить ближайших врагов. Откат ПКМа 2 секунды. Скорость атаки минус 2,6. А... Как-то медленно. Там написано то, что нужно это делать всё с врагами, но для меня все мобы враги здесь. Кроме одного моба. Как думаете, какой моб мне нравится больше всего? Напишите свои догадки в комментариях. И я как раз таки вижу курицу. Давайте попробуем её ударить. Ммм, ничего не произошло. С нажать ПКМ. Ааа, нет. А не, работает. Я подумал, не работает. А. Я уж подумал, а что это за фигня? Почему-то подсветился моб, какие-то частицы начали летать. Оказывается, это Зевс начал целиться в него. Я по-другому не могу объяснить, почему же всё-таки в него попала молния. Да. И смотрите, на меня при этом даже пчёлы не агрятся. Они потому что понимают то, что я же не со зла это сделал. Да и к тому же это всё сделал Зевс, а не я. Надо бы сейчас проверить, сколько он урона наносит. Да, практически не наносит. Пока. При этом ещё и создаётся взрыв, это просто жесть какая-то. Мне этот меч очень сильно нравится. Я его, пожалуй, даже оставлю. Для объединения следующего предмета нам потребуется с вами подзорная труба, а также один блок стекла. И для этого нам потребуется сейчас с вами спуститься в шахту. Нужно будет попытаться найти аметистовую кладку, потому что нужно для создания подзорной трубы всего лишь два ресурса. Это два медных слитка, а также осколок аметиста. Поэтому сейчас же в наших интересах спуститься вниз. И найти что-нибудь фиолетовое. Опа, стоп, кажется нашёл, кажется нашёл. Да, это оно, это оно, это оно. Так, осколки аметиста, осколки аметиста вот отсюда должны выпасть, да? Да, выпал, отлично. Ну всё, мы с вами получили то, что нам нужно. Теперь мы можем с вами отсюда выбираться. Хотя давайте-ка не будем отсюда пока уходить и сделаем то, что нам нужно. Для начала делаем подзорную трубу себе. И нет, нам всё-таки придётся уходить, потому что я песок не взял. Эээ, чё-то я немножко прогадал, прогадал. Стекло готово. И теперь мы с вами можем наконец-то объединить предмет. Для этого мы с вами ставим опять кузницу, подзорная труба, стекло. Не докинул. И ещё раз. Всё. И что у нас с вами получается? Икс-рей труба. И на что же она всё-таки способна? Удерживайте ПКМ и Шифт, чтобы видеть сквозь блоки и видеть только руды. А ну-ка, давайте проверим. Ну как-то фигово работает этот Икс-рей, конечно. Я думал, он будет намного лучше. Наконец-то я нашёл способ правильно смотреть, где же всё-таки зарытые алмазы. И тут их нету. Но это неудивительно. В принципе, труба неплохая, конечно. Но... Нет, она всё-таки такая себе. Эх, ладно. Давайте отсюда тогда уходить. Сейчас нам с вами придётся отправиться в биом, к которому мы с вами были всего лишь один раз. И это... Мангровые болота. Так, кажись нашёл. Да, это то, это то, это оно, это оно. Нам сюда нужно. Мы сюда с вами отправились только для того, чтобы залутать именно... А здесь не видно как раз-таки эту землю. Ну это точнее даже не земля, это обычная грязь. Нам нужна сейчас именно грязь. Не вот эта склизкая, а нужна сухая. Где она? По-любому где-то здесь. Или всё-таки она? И что нам с ней делать? Может её высушить можно? Давайте-ка проверим. Закидываем сюда. Закидываем сюда. Нет. Мда, я немножко ошибся. Нам нужна не обычная грязь, а плотная грязь. А для того, чтобы сделать плотную грязь, нам нужно с вами найти себе пшеницу. Берём нашу грязь, объединяем с пшеницей. И у нас с вами получается плотная грязь. И теперь её мы с вами можем использовать для создания вот таких саманных кирпичей. Странно, конечно, звучит. Но ладно, чё уж. У нас есть с вами саманные кирпичи, а также палка. И это всё нам потребуется для создания нового предмета. Объединяем, и у нас с вами земляной посох. Вы уже наверняка задаётесь вопросом, на что же всё-таки этот земляной посох будет способен? Земляной посох. ПКМ, чтобы выстрелить автонаводящийся во врагов землёй. Что? Как это работает? Ну-ка. А? Куда она полетела? А ещё раз? О! Она автоматически прицелилась в кошку подож... Стоп. Она чисто в голема. Я не смотрю, я не смотрю, чисто в голема стреляет. А... Ну окей. Мы с вами всё равно только что смогли победить голема. Даже не прикасаясь к нему, он нам всё равно ничего не сделал. А... Он кого-то сквозь землю, что ли, нашёл? Подождите, там кто-то есть, что ли? Давайте-ка спустимся и посмотрим. Для создания следующего предмета нам потребуется как раз-таки паучий глаз. А также косточки, которые у меня уже есть. И даем. И пусть всё объединяется. И у нас с вами получается ручной паучок. На что же этот малыш тогда способен? Чтобы... ПКМ, чтобы ваш паук отравил ближайших врагов и исцелил вас. Так, а вот это уже нужно проверять, как это всё-таки будет работать. Поэтому нам желательно найти сейчас каких-нибудь мобов и с ними поговорить. У меня как раз нету одного сердечка, так что проверка будет честной. Вот там я, например, вижу зомби. А ну-ка, наложится вообще на них отравление? А, нет. Но на них падают пауки с неба. Но я исцелился при этом. Но это логично. На зомби нельзя наложить отравление. Уйди, не трогай. Фух. Я уж испугался. Кстати, раз мы с вами находимся на какой сейчас высоте? На минус пятой. То у нас с вами есть шансы найти сейчас алмазы, которые мне потребуются. Так что давайте-ка сейчас походим как раз-таки с X-Ray трубой. Посмотрим, где же что все находится, почему я ничего не вижу, где все алмазы. Так, подождите, я видел эндерменчика. Вот это хорошо. И алмаз заодно. И почему бы нет? Давайте прямо сейчас попробуем тогда добыть эндермена. Только его надо сейчас ударить. Правда, это очень рискованно, очень рискованно. Мало хп, мало хп, мало хп. Хп, быстро. Э, куда подевался? Остановись, остановись, остановись. О, выпал. Тихо, сейчас главное аккуратно, аккуратно забрать этот эндерперл. Все, отлично. Как-то мало хп. Спасибо. И заодно сразу с вами соберем порох себе. Порох тоже потребуется. Сколько у нас? Три штучки, нужно пять или четыре. Я точно не помню. Эээ, ладно. Скорее всего это знак того, что пока что не надо добывать себе порох. У нас с вами есть алмазы, и теперь нам нужно с вами сделать себе яблоко. Ну, точнее, не то, что даже сделать, нам нужно просто хотя бы добыть его. А сделать это довольно-таки легко. Сейчас просто сделаем себе алмазную мотыгу. И пойдем добывать деревья. Вроде как с березок тоже падает. А может нет. У меня уже есть три яблока, отлично. Теперь мы с вами объединяем алмаз, а также яблоко. Быстро, быстро, опа. Все, у нас с вами получилось алмазное яблоко. Так, давайте быстрее узнаем, на что все-таки оно способно. Съешьте, чтобы получить положительный эффект зелия. Прочность четыре. Предупреждение не стакать. Положительные эффекты, говорите? Ну, давайте проверим тогда. Стоп, что? Что? Мы с вами стали еще быстрее. Мы копаем очень быстро. Вы посмотрите на эту скорость просто. Это жесть какая-то. Подождите, прочность у нас четыре. Это получается осталось еще три. Еще три использования такого яблока и все, нам хана. Ну, точнее, не то, что хана. Просто у нас яблоко этого не будет. Но мы можем с вами еще сделать. Редстоун забираем. От всего ненужного избавляемся. Делаем себе редстоуновую пыль. И теперь смотрите. Берем наш стол кузнеца. Ставим его. У нас, скажись, эффекты пропадают. Так. Так. Все. Телепортирующий девайс. Это как раз таки тот предмет, про который я вам и говорил. Теперь мы с вами можем телепортироваться, как эндермен. БГМ для телепортации. Откат одна секунда. Всего лишь одна секунда. Вы посмотрите, как это быстро мы теперь с вами можем сделать. Подождите, а если мы с вами... Я застрял где-то. Ну, ладно. Мы уже с вами объединили практически все предметы. Остался только последний. И, наверное, один из самых сложных. Потому что для его создания нам сейчас придется найти пустынный храм. И попробовать достать оттуда динамит. В этом нет ничего сложного, но все равно как-то неприятненько. Ладно. Давайте выбираться отсюда. А вот и наша пирамидка. Так. Знаете, у меня как-то мало хп. Теперь у меня есть хп. Уже солнце начинает заходить, так что нам нужно очень быстро с вами все сделать. Так. Ворвались в игру. Быстро ломаем. Здесь тоже. Все. Добываем динамит. Мы молодцы. А, я не забрал. Ну, ладно. Теперь нужно как-то отсюда выбраться. Окей. Надо быть аккуратнее. Динамит. Есть. Стол кузнеца. Есть. Теперь осталось еще кое-что. Нетки нам потребуются для того, чтобы прямо сейчас сделать себе лук. Поставить стол кузнеца. Взять один динамит. Так. Так. Все. ТНТ-установка. Давайте проверим. Это было шикарно. Мне хочется проверить эту ТНТ-установку на каких-нибудь... Нифига себе, как она летит. Как-то... Подождите, непонятная траектория. Так, она летит вверх. Потом резко вниз. Нифига себе, конечно, она какую траекторию выбирает. Ай. Это было больно. Так, нужно выбрать какую-нибудь моба. Например, этих свинюшек. Ну, слабовато. А? Куда? Подождите, там тоже автонаводка, что ли? Да, автонаводки нет. Я уж офигел. Типа, я стою вот так, стреляет влево вообще. Ай. ХП. Эх, прощай. Но я не хотел умирать. Мне все-таки пришлось. Ну что, ребят, на этом мы сегодня с вами будем заканчивать. Если вам понравился данный видос, и вы хотите увидеть продолжение, где мы с вами объединяем еще больше вещей, то обязательно ставьте лайк. Давайте наберем 10 тысяч лайков, и тогда следующая часть не заставит себя долго ждать. Я сразу же начну работать над ней. А также не забывайте подписываться на канал, жмякать на колокольчик, и оставлять свои суперские комментарии. Ну, а с вами был Акаки. Всем еще раз спасибо за просмотр, и всем покедова.